Девушки отдыхают Они могли есть плоды любых деревьев, кроме плодов древа познания добра и зла. Но случилось так, что в Эдем пробрался дьявол, приняв образ змея. И спросил он Еву, а с этого древа плоды пробовали? Нет, ответила Ева, Бог сказал, что мы умрем. Не умрете, но откроются глаза ваши. Ух ты! – удивилась Ева. А змей продолжил. Будете, как Бог, все знать. И подмигнул. Ева поверила змею и сорвала запретный плод. Половину она съела сама, а другую отдала Адаму. Съели они плод и открылись глаза их. «Адам, не смотри на меня, мне стыдно!» – сказала Ева. «Мне тоже!» – ответил Адам. И тут у Бога возник вопрос. Устыдившись своей ноготы, Адам и Ева действительно попытались спрятаться за деревьями. Но Бог сказал им, я вас вижу, выходите. «Мы не можем, мы голые!» – сказал Адам, прикрывшись листом смоковницы. «Как вы узнали?» – удивился Бог. «Не ел ли ты плоды, которые я запретил тебе есть?» Ева захотела ответить, но Адам опередил ее. «Это не я, это все Ева!» – воскликнул он. «В смысле?» – возмутилась Ева. «Это все змей!» – сказала она. И сказал Бог змею, вечно ползай и живи во вражде с человеком. А Адаму сказал, а ты, Адам, будешь добывать свой хлеб в поте лица. А Еве сказал, в болезни будешь рожать детей. И выгнал всех троих из сада Эдемского. Вход в него теперь преграждал им ангел, держащий в руках огромный огненный меч. Так у Адама и Евы началась самостоятельная жизнь. А что из этого получилось, смотрите в следующей серии. Адам. 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 Продолжение следует...